Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я хочу поговорить о жизни в Царстве Божьем. Поэтому Бог нас понимает. Он был в нашей шкуре, в буквальном смысле слова. Духовное сердце. Когда мы рождаемся свыше, у нас есть это сердце. Вот мы проходили границу, туда проходили, сюда проходили. Когда проходишь границу, особенно в другое государство, там на тебя так пристально смотрят. Отпечатки пальцев проверяют, все сверяют. Говорят, что вам здесь надо? Что вы тут хотели? Зачем мы сюда приехали? И знаешь, у офицера таможенного есть право тебя не пустить. Скажут, у меня там виза, у меня то. А у него есть право не пустить тебя, и все. Без объяснений причем. Без объяснений. Тебя разворачивают, всадят и отправляют обратно. Ты там жалуйся, не жалуйся. Такое право есть у таможенного офицера. Почему я про это говорю? Потому что многие вещи не должны быть в нашей голове. Вы знаете, у нас должна быть определенная таможня, когда ты о чем-то думаешь. Ты должен подумать, думать ли тебе над этим или нет. Мы должны быть очень внимательны, кого мы пропускаем в свою голову. Потому что вот таможенник, он очень внимательно смотрит, кого пропускать, кого нет. А мы порой, у нас там и этот заходит, и вот тот заходит. И это, знаете, там просто не голова, как говорится, а непонятно что. Потому что там столько странников и пришельцев, что потом ты не знаешь, как тебе от них избавиться. Потому что каждый странник и каждый пришелец, он хочет тебе что-то свое странное дать, странное рассказать, странное принести. И потом у тебя проблемы. Но когда ты, как вот таможенный офицер, четко знаешь, кого пускать, а кого не пускать, у тебя не будет никого того, кого не нужно. Потом тебе не нужно будет его изгонять, поститься, молиться и так далее. Потом тебя это мучает. Говорит, у меня не уходит эта мысль. У меня не уходит этот страх. У меня не уходит эта злость. У меня не уходит эта зависть. А что она у тебя не уходит-то? А потому что они у тебя постоянно живут. Они там прописались. И ты потом их уже выгнать не можешь. У меня же вот такая голова. Такая. А кто их туда пустил? Ты их же пустил. Ты же сам разрешил. А если у тебя в голове порядок, ты этого не пускаешь, того не пускаешь, пусть идут жалуются, пусть пишут всякие заявления. Это твоя территория, твоя голова. Аминь. И просто туда всяким не положено заходить. Аминь. Поэтому написано в филиппистах, о чем нам помышлять, что чисто, что любезно, что похвалы достойно. То есть похвалил бы тебя Господь. Вот как, знаете, в детстве, пока нет родителей, там, Петька, Васька, Машка, там, раз, пришли, там, что-то натворили, что-то там. Приходят родители, что тут было? Кто тут был, да? Мы тут поиграли немножко, да, как в том Яралаше. Не надо тебе Яралаш в голове делать. Потом столько работы, столько уборки в твоей жизни, в твоей голове. А ведь они последствия еще приносят. Поэтому мы в Царстве Божьем, друзья. Алло. Мы в Царстве Божьем. И поэтому в Царстве Божьем должен быть Божий порядок, Божья чистота, Божья радость, Божий мир, Божья любовь. Там все Божье. Слава Богу. Там нет злодеев, нет жадин, нет кого еще? Кого бы там не хотели вы видеть? Ну, давайте, давайте. Там никто не ворует, слава Богу. Можно расслабиться. Кого еще вы там можете увидеть в Царстве Божьем? Веру, надежду, любовь можете встретить или нет? А еще кого вы там можете встретить? Радость, мир, долготерпение. Видите, какие хорошие у вас люди могут быть. Да? С кем приятно жить. Видите, как приятно с долготерпением жить, а? Тебе просто терпит, терпит долго. А если с тобой живет раздражительность, а если с тобой живет злость, поэтому, друзья, действительно, храните свое что? Сердце больше всего хранимого, потому что, что потому что? Оттуда что? Источники жизни. Представляешь, вот из твоей головы должна жизнь идти. Не грязь какая-то, да? Не обиды какие-то, не жалобы какие-то, не ропоты какие-то, да? А что? А жизнь. Слава Богу. Представляете, как благословенно, когда у тебя в голове жизнь журчит. Никогда там всякие странные голоса у тебя там. А там у тебя жизнь. И жизнь с избытком причем. Аллилуйя. Кто-то повеселел даже. Вы знаете, если хотите, чтобы у вас была жизнь с избытком, не говорите, что у меня ничего нет. Что некоторые говорят, как хотелось бы, чтобы у меня была жизнь с избытком. А то у меня всегда жизнь недостатка, мне всегда не хватает, поэтому я занимаю. Я беру там, я беру сям, я беру вон там. И у меня всегда не хватает. Но если хочешь жить с избытком, друг мой, на этот что сделать надо? Что надо сделать? Тишина прям какая-то. Тишина. Вы где? Где я? Куда попал? Я же домой пришел, друзья. Вы все это знаете прекрасно. Нам что, говорит Писание? Давайте! Как будто вы не знаете, что вам дастся. Только в Божьем Царстве как дается, да? В Царстве дьявола бери и дастся тебе. Поэтому люди воруют, грабят, обманывают, мошенничают, да? Это их принципы, это не наши принципы. А в Царстве Божьем как же вот? Давай. Давай, друг, давай, давай, давай. И тебе дастся. Причем как дастся? Мирой доброю, утрясенную, нагнетенную, отсыплется тебе много. Слава Богу, видите, как вот в Царстве Божьем там замечательно, там прекрасно, там хорошо, в Царстве Божьем скажи хорошо. Мы, друзья, мы, друзья, мы должны быть продавцами царства. Ну, как сказать продавцами? То есть у нас есть товар, у нас есть товар, у нас есть о чем сказать людям, аминь, что им нужно. Ведь что? Товар, я имею в виду то, чего у кого-то нет. У людей нет надежды, у людей нет мира, у людей нет веры, у людей много чего нету. А в Царстве Божьем есть. Какой дефицит в этом мире. В мире дефицит любви, дефицит прощения, принятия. Да или нет? Дефицит. А в Царстве Божьем этого много? Изобилие. А мы что делаем? Никому ничего не отдам, не скажу, не покажу, а то еще вот придут сюда тоже, сяду тут со мною, а я не хочу их тут видеть, хоть здесь от них отдыхаю. И что получается? Не по-царски живешь ты. Не по-царски. Аминь. А когда по-царски, то ты щедрый, сердце-то у тебя большое, доброе, как у Иисуса, нашего царя. Аминь. И тогда, конечно, твоя душа, она открыта. Ты готов делиться, и ты готов говорить, и ты готов молиться. Почему? Потому что этого нет у людей в этом мире. Нет. Нет. Казалось бы, все можно купить за деньги. Но нет, друзья. Счастья не купишь за деньги. Здоровья не купишь. Радость не купишь. А главное, вечную жизнь ни за какие ковришки ты не можешь купить. А у тебя есть. И ты знаешь, где дают. И поэтому, поэтому, друзья, мы, посланники царя, не должны, что? Держать это. А должны раздавать, говорить, приводить. Слава Богу! Аллилуйя! Воздай ему славу! Воздай, 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 воздай. Слава Богу! Поэтому, друзья, в Царстве Божьем мы наполняемся чистотой, наполняемся верой, наполняемся радостью, наполняемся любовью, надеждой. И Бог говорит, что? Теперь вы, мои посланники, должны идти и говорить, что? Радостную весть. Благую весть. О чем проповедовал Иисус? Он говорил, Царство Божье приблизилось к вам. Почему оно приблизилось? Потому что, говорит, я пришел, вот оно к вам и приблизилось. И ты можешь, говорит, Царство Божье своему соседу на работе еще. Царство Божье приблизилось. Где Царство Божье приблизилось? Говорит, да вот, посмотри на меня. Я посланник царя. Ого! У тебя далеко кукушка улетела? Ты уже посланник царя. Ну, хорошо, хоть не посланник неземной цивилизации. Мы, цари-священники, друзья. Вы верите в это или нет? Может, твой сосед-то не поверит, что ты царь? Вспоминая фильм про Ивана Васильевича, царя Грозного, который тоже выходил к соседям и доказывал, я царь. При этом был в трико, как вы помните, но с посохом. Мы, конечно, не такие цари, друзья. Мы Божьи цари. Слава Богу. Знаете, вот такого-то царя могут сместить с трона, сбросить его, а то, что тебе дал Господь, уже никто не заберет. Это наследие. Аминь. Поэтому, как и написано, что в сердце мы, что веруем, мы должны верить в это. Мы должны иметь это в своем сердце. Потому что, что происходит сначала происходит это внутри нас. Правда? Или нет? Вы знаете, когда люди что-то плохое сделали, что-то хорошее, они говорят, я удивляюсь, как это он сделал, или как она так могла поступить, как она могла так сделать. Мы удивляемся. Вы удивляетесь иногда? Я иногда удивляюсь тоже. Но Писание говорит нам, не удивляйся. Почему? Потому что то, что посеет человек, то он и пожнет. Вы знаете, вдруг нехорошее, неплохое не происходит. Это всегда процесс. Всегда процесс. Что-то мы посеяли вначале, и потом это происходит. Аминь. Поэтому наше сердце, это наш испытательный полигон, так сказать. Мы сначала что-то думаем, мы над чем-то размышляем. Если мы размышляем над хорошим, слава Богу, мы это хорошее сделаем. А кто-то над плохим размышляет и тоже потом это сделает. Понимаете? Так написано в Писании, что ничего вдруг не бывает. Зачавший рождает грех. Как грех появился? Откуда человек там сделал то или сделал это? Вот вдруг, вот вдруг он раз, вдруг ничего не бывает. Когда мы говорим, я так удивился, он мне сказал, а я так удивился, а он мне сказал. А Бог говорит, а я не удивляюсь. Я же сказал, что сение из жратва не прекратится. Это может быть для нас неожиданность. Но человек уже давно что-то посеял. Аминь. Что-то посеял. И потом это выросло. И мы это все увидели и удивились. Поэтому, когда мы видим, что-то хорошее происходит, мы тоже удивляемся. Как это? Как это Бог его благословил? Как он мог ее благословить там? Почему-то вот меня, а вот почему-то ее там или его, да? А ведь почему? Почему? Почему, друзья? Алло. Значит, что-то было посеяно. Аминь. Что-то было доброе посеяно, и это доброе потом проявилось. И так же плохое. Так же плохое. Потому что есть люди, они как бы, знаете, ходят там в церковь, что-то, но ведут при этом двойную жизнь, к сожалению. Ведут двойную жизнь. И потом... Бог говорит, я не удивляюсь. Это вы не видели двойной жизни, а я видел двойную жизнь этого человека. Я знаю, что он сеял, он сеял там этот грех, он сеял, и потом это рвануло, конечно, понимаете? Потому что, ну, даже, говорится, театральное ружье стреляет, которое, знаете, в декорациях. И то может стрельнуть. Почему? Потому что оно ружье. И поэтому грех, падение или что, оно не случайно, друзья, не случайно. Поэтому я ободряю вас все эти добрые. Аминь. Вот я почему-то часто говорю, что многие люди, они там не хотят то, не хотят там молиться. Я уже молился, я уже там то, я уже служил, я столь я переставлял, я стулья отставлял, я их туда заносил, я их потом выносил, и ничего, благословений нету. Ты понимаешь, что вот просто, вот просто, что ты переставлял стулья, ты еще ожидаешь, что тебя стульями завалить должно. Какие благословения ты ожидал, переставляя стулья? Ну, я думаю, может новый дом Бог мне даст, там новую жену, новые ботинки, там еще что-то. Потому что мы настолько далеки как бы от законов царства, почему нам нужно понять, что мы в царстве, друзья. Есть царский закон. Какой царский закон? Кто мне знает? Царский закон. Любить другого, да? Вот это царский закон. Вы знаете, что это сила царей кого-то любить? Вот рабы, они хотят всех убить. Потому что у них всегда разум кипит возмущенный. А цари царский закон исполняют. Они могут любить. Скажи аллилуйя, чтобы так попритихли. А мы думали цари, что они вот, ну, ну, они цари. А оказывается, надо любить кого-то, если ты царь. Да, у нас должно быть правильное понимание о царстве, друзья. О том, как живет царь. Не просто, что я там царь. А где ты царь? В чем ты царь? На кого ты похож царь? В царстве Божьем, друзья, свои законы и свои порядки. И слава Богу, правда? Потому что, когда мы больше и больше живем в царстве и учимся царским законам, мы больше и больше меняемся. Мы становимся лучше, правда? По крайней мере, так должно быть. Потому что, если, ну, не работать над собой, как бы, ты не изменишься. Ведь это только в сказках мы всегда говорим, что был Иван Дурак, прыгнул в котел кипящий, кипящий. Вышел Иван Царевич. Наша любимая сказка. И всех такую сказку хотят верить. Как бы, нет, мы уже взрослым и в сказки не верим. А почему-то, подсознательно думают, вот именно так, где бы этот котел был. Чтобы сразу опа и опа. Иван Царевич все на сером волке, на новой машине поскакал куда-то. Поэтому сердце, что у нас должно быть? Что? Источники жизни. Правда? Источники жизни. Что не человек, то источник жизни. Что не человек, то источник жизни. Это какое благословение было бы. А так иногда нам ждут, господи, что там за источник? Что там все время выходит такое? А должно что выходить? Источник жизни. Слава Богу. Поэтому пусть в нашем сердце будут Божьи мечты, Божьи планы, правда? Божье слово. И тогда мы будем этими источниками. Если мы будем людьми негативными, если мы будем людьми такими отрицательными, если мы будем людьми злыми и так далее, так далее, так далее, так далее, что из нас будет выходить? Соответственно, это и будет выходить. А если в нас наполнение идет от царя, царство, внутри нас мы говорим, да, царство Божие где внутри нас? Мы наполняемся этим. И что из нас выходит? Царство выходит. Где написано слово царя, там власть. Аминь? Не там злость. Где слово царя, там злость. Нет, там власть. Там не надо кричать, орать, шуметь. Да? Посмотрите, как наши цари порой кричат. Думаешь, какой ты царь? Какая ты царица, да? Ты просто... Я не буду говорить. Вот. И так далее. И тому подобное. Аминь. Поэтому, что у нас в сердце? Царство. Да? Царство Божие. Где? Внутри нас. И поэтому Писание нам говорит, как царям надо убегать от всего неправильного, да? Написано, бегайте блуда. Написано это в Библии? То есть, есть вещи. Я, 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 я вообще? Никак. Но я могу просто перечислить, что не только этого надо убегать, а надо убегать гордости, надо убегать зависти, надо убегать вот этих всех вещей, которые что, они разрушают нашу жизнь. знаете я посмотрел новый перевод там почему я это местописание хочу сказать там вот интересно написано в новом переводе русском современном написано избегайте блуда так как все грехи кроме этого не губят тело человека но блудник уничтожает собственное тело уничтожает представляете на уничтожение сразу уничтожает и я скажу что другие вещи тоже у нас уничтожают или они на что делают здоровее разве нет грех он всегда уничтожает он уничтожает отношения уничтожает здоровье уничтожает жизнь он уничтожает нас как людей и поэтому нам написано убегать от каких-то вещей не то что они там за тобой бегают кто быстрее кто быстрее да он гонится за мной гонится убегать это значит не имеет с этим ничего общего скажи аминь не имеет с этим ничего общего значит это отдельно от Тебя. Это не Твое. Аминь. Потому что мы были такими, но теперь мы стали другими. Слава Богу, что мы стали другими. Какими? Похожими на Бога. Похожими на Иисуса Христа. И вот знаете, что действительно, когда нам Писание говорит о царственном священстве и вот все такое, все такое. И мы думаем, Господи, я же царя-то и не видел. А Исайя говорит, глаза мои видели царя. Так в чем же дело? Надо увидеть царя. Аминь. Нам нужны встречи с Богом. Потому что когда мы видим царя, мы в присутствии Бога, мы хотим меняться. И когда мы меняемся, мы хотим служить Богу. Что сказал Исайя? Вот он я. Пошли меня. Не вот мой сосед, пошли его. Вот там есть кому-кого послать, а я как бы еще посижу. Я еще посижу, подумаю, так решаю. Нет. Когда мы освобождаемся, мы говорим, вот мы, Господь. Вот мы. Мы прежде всего от себя освобождаемся, да? И поэтому эта чистота залог здоровья, друзья. Она вдохновляет нас видеть Бога, искать Бога, идти вместе с Богом и служить Богу. Потому что мы в царстве, друзья, в царстве, мы люди влияния. И противоположность, какая противоположность этому всегда? Противоположность – это рабство. Да? Рабство. Вот есть такое понимание, такой дух рабства, дух рабства. Слышали такое? Дух нищеты, дух нечистоты, глухие вот эти вот духи, нечистые, да? Но Писание говорит, что Бог нам другого духа дал. Какого Бога нам дал духа? Духа Святого. Аминь. У нас есть Святой Дух, друзья. И поэтому мы не должны быть вводимы теми, а должны быть вводимы этим духом. Слава Богу. Но мы знаем, что еще у многих людей есть проблемы. Вот уже все. Ну ничего. Ничего. Мы же продолжаем. Мы же движемся. Мы же идем дальше. Аминь. Поэтому сейчас будем молиться. Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Дух Святой, мы так счастливы, что Ты наполняешь нас. Ты наполняешь нас Своим словом. Ты наполняешь нас Своими мыслями, Господь. Ты наполняешь нас Своей жизнью. Мы счастливы быть в Твоем присутствии. Мы счастливы быть в Твоем доме, Господь. Мы с радостью смотрим в будущее, потому что наше будущее, оно зависит от Тебя. А Ты есть Владыка неба и земли. Ты есть Царь над всеми царями. И поэтому, когда мы доверяем Тебе в своей жизни, когда мы живем, Господь, вместе с Тобой, мы, написано, и живем, и движемся, и существуем, тогда наша жизнь в безопасности. Тогда наша жизнь в благословении, потому что мы не одиноки, мы не потеряны, мы не бомжи, мы Твой народ и Твои дети. И поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за это слово. И мы знаем, что в Твоем сердце есть великая, огромная любовь. И Ты уже излил ее в наши сердца Духом Святым. Поэтому Ты ожидаешь, что мы, как Твои дети, дети царя, мы будем похожими на Тебя в наших поступках. Не только в наших словах, мы иногда можем хорошо говорить, но в нашей жизни, в наших поступках, в нашем поведении, Господь, мы будем другими. Мы будем этими принцами и принцессами. И это звучит очень красиво. Аллелуя! Потому что Бог приготовил для нас самое лучшее и самое прекрасное. Бог так сильно любит каждого из нас, что Он вырвал нас действительно из этой грязи, из этого грязного, грязного, грязного греха. И своей драгоценной кровью Он нас очистил. И Он вел нас в свое царство и свой дом. Я сейчас хочу помолиться, если есть люди, которые в зале или смотрят в прямом эфире. Вы еще не соединились с Богом, вы еще не позвали Его в свое сердце. Но сегодня Бог зовет. Он зовет, и Он говорит, я зову тебя, мой сын, я зову тебя, мою дочь. Я не хочу, чтобы ты был бездомным, беспризорником. Я хочу, чтобы ты был в моем доме, в моей семье, чтобы ты был в моей церкви. Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, я верю в тебя. Я верю, что твоя жертва, она принесла избавление многим людям. Но сегодня твоя жертва, она приносит избавление мне. И поэтому я прошу тебя, Господь, прости мои грехи, прости всякое мое непонимание, незнание. но я открываю свое сердце. Я прошу тебя, Иисус, войди в мою жизнь. Пусть она озарится твоим светом, твоим сиянием. Пусть уйдет всякая тьма, всякий страх, всякое непонимание. Я так рад, что ты слышишь мою молитву, и ты приходишь в мое сердце. я благодарю тебя, что с этого момента я называю тебя своим Господом, своим Спасителем, своим Небесным Отцом во имя Иисуса Христа. И все сказали Аминь. Аминь. Давайте воздадим славу Богу. Субтитры Субтитры Субтитры